Короче, что я хотел сказать, Азаны, вот примерно вот такая ситуация, сейчас ценовая политика на мёд, в данный момент, да? Сегодня у нас какой? 18 августа, 17-й год, да? Цена на мёд, в данный момент уже по 40, уже по 40. Есть люди, которые поставили по 35 за килограмм, да? Вот за себя скажу честно, пасека 87, я откачал, я в этом году смешно сказать, две бочки мёда. Просто вот мёда нету, совершенно нету, реально нету, но не в этом прикол. У нас пасечник два года назад обрабатывал семьи оксибактоцид, есть такой препарат, он, короче, содержит антибиотик, и весь мёд, который он когда-то скачал, действительно светился мёдом, мёд светился антибиотиками, когда он сформировался, ему давали, как тогда ещё было два года назад, там стоило 20 кг, в этом прошлом году давали 12 кг, не больше. 12 копейка бетон, он не мог себе это отдать, он продавал грозницу. По самой дешевой цене, как говорится, площадь стояла, ну, декристаллизировал, да? Ну, всё равно, что грозницу продать такое количество, он не может, потому что большая партия. Так вот в этом году, весной, в начале мая, к нему приехала фирма, взяла анализы, и купила всю эту партию по 43 гривны, это вам на раздумье, реально, ребята, что происходило весной. По 43 гривене ушёл мне с антибиотиком, как можно, что можно говорить, и сейчас цена 35. Я так думаю, что после Нового года она же должна подняться. Я думаю, до Нового года, с вами будет. А ещё, пока мы сами не будем ценить свою продукцию, нам будут давать копейки. Если я захочу продать свою продукцию, минимум 50 гривен за килограмм в ротницу, то я думаю, что оптовая цена будет, соответственно, так же само адекватно. Ну, правильно, что ли? Сильно. Если я буду продавать его на рынке за 3 копейки, ну, кто мне даст сразу 10 гривен? Правильно? Если я его продаю за 3 копейки, ну, разница с... Мы сами почему бы не сомневались, что я не сомневаюсь. Тем самым на базаре, когда я покупаю 30 гривен пол-литра или 60 гривен литр, тем самым я опускаю закупку оптовой цены. Зачем, как и не автовик, оптовать вам больше, если вы в ротницу продаете его дешево? Ну, смысл, правильно? Логично. Поэтому я считаю, что сложно трудно оценить, и молодые поколения пчеловодов сейчас к этому стремятся. Откачал человек 3-4 тонны, подождал до декабря месяца, на 4 тоннах зазор 5 гривен. На секундочку это 20 тысяч гривен. Он у нас экономил 20 тысяч гривен, можно взять жену и поехать с ней в Египет отдохнуть на неделю, грубо говоря. На этот зазор, который полежит просто-напросто. И это надо привлечать к тому, что свой товар надо продавать по хорошей, по нормальной цене. Тогда мы будем процветать. Вот такой. И вывод какой? Подписываемся на канал Фабро. И вывод такой, что нужно не спешить сдавать, а сливать мед в бочки, а не сейчас бежать, как я говорил в предыдущем ролике, с бидонами к заготовителям и бежать и по 35-38 продавать. Качество не теряет продукт совершенно. Залили в бочки, то же самое, что я купил в доллары, да? Как обычно, покупил человек в доллары и положил туда под подушку или под матрас. И вот они у него лежат. Ну, посмотрите, что у вас эти доллары в бочках лежат. Сегодня курс доллара 26, завтра 27, а цена на мед все равно прыгает. И очень прыгает. Ну, поэтому выбирать вам, конечно. Ну, я думаю, до двух долларов дойдет в этом году. Поэтому держим цену, не сбиваем ее друг к другу. Как говорится, карман пустой, сдавайте, деваться все равно же некуда вам. Сдавайте частично. Я говорил, ряд в ролике предыдущем, я говорил, сдавайте частично. Сдать можно полтона, в одну бочку, в две бочки, там студента. Или в школу ребенка нужно подготовить. А еще прикол, кстати, информация такая, потому что я не знаю. Ну, вот поступила информация, зашли новые экспортеры меда, будем называть так, в Украину. И что делается у нас в Украине, прикол, это такая тема. Ну, пчеловоды у нас люди управляются, что один услышал, другому передал, кто-то, может быть, приврал. Ну, бывает и такое. Зашла одна фирма, закупает, по нормальной цене, начала закупать дороже, чем все представители. Ну, а прежде чем, как его экспортировать, проводится анализ. Сначала у нас в Украине, потом, допустим, в Грэмбе. Да, так вот, есть у нас во Львове лаборатория, которая делает анализы. Отправляет одна фирма анализы во Львов, и лаборатория им рубает 50% всех любых анализов. То есть, человек до этого привозил, сдавал там 3 тонны меда, анализы прошли, потом довозит остальное, докачал сдавать мед, анализы не прошли. То есть, этой фирме Львов рубает полностью анализ, то есть, пресс 100 инцепляров анализов, а из них 50% проходит. То есть, получается, тот человек не рискнет покупать какую-то часть процентов меда. То есть, этого экспортера просто садит до жопы. Такие грехи. Такие грехи. Убирает тихо конкуренцию. Да, а еще, кстати, прикольно. Вот есть фирма, допустим, которая закупает мед, не будем рекламировать эту фирму, да, тихонечко создается зачерпные предприятия без имени, без папы, без мамы, которые ищут хороших, как говорят, как говорила в диетках, жирных медовиков, ну, которых есть там 5-6 тонн меда, и предлагают им совсем другую цену. Чтобы люди, допустим, велись даже на эти вещи. Ну, я думаю, кто имеет 10 тонн, тот вообще может не давать свои права. Имея, я, имея 5-6-10 тонн, я буду давать свои права. Только классная бочка, только же нормальная цена. А не так, что купить, мне вот пожелалось. Вот так вот. Выпрашивать, получается, надо. Да. Человек должен ставить свою позицию в такой цене. А еще, Саня, поддерживаешь ли ты создание сайта Авдиенко? Я ему подсказываю, ребята скидывают денег, помогают для пасечников. Сайт, бесплатный сайт по продаже, по отзывам экспортеров, чтобы ходить на импортные, чтобы заготовители у нас покупали. Вот поддерживайте, вот Ваня тоже. Я, да, я поддерживаю. Я хочу от вас увидеть тоже ролики, потому что у вас больше подписчиков, чем у меня. Нет, ну, ребята, надо сделать это для вас. Я поддерживаю все хорошие начинания, которые, допустим, дают возможность человеку, обычному пчеловоду, и не только пчеловоду, зарабатывать на азии, а не только количество производства. Реально, это, конечно, будет так, кстати, отзываются и плоды. Это только плюс. Я считаю, что это плюс. Потом буду еще, можно ли, продвинуть, чтобы нас во всем мире узнали. Это, в принципе, реально есть фирмы, которые занимаются продвижением. Ну, короче, ребята, друзья, я от вас жду ролики, я от вас, я все, на видео снял, от вас жду ролики, чтобы вы людям тоже сказали, что с тобой писали. Поехали с нами в Киев. Поехал бы, но... Работаем в НОО, да? Работаем в НОО, да. Так, друзья, ну давайте пару слов для канала ФАКРОВ. А еще я не прощаюсь. Как это? Я прощаюсь с вами. Я с вами прощаюсь. Поехали с вами на Киев. Покажем, что там будет на выходе. Ага, понятно. Все, понятно. Ну, короче, друзья, вот мы встретили Андрея Баскевича. Сейчас я тоже себя... Андрея Баскевича встретили. Давайте сюда и кем. Попили кофе. Да, давай снимайтесь. Попили кофе, пообщались. Приятно было увидеть друг друга. Так что, друзья, да, подзаправились. У сестер тут такое хорошее заведение, так что нормально. Все, друзья, с вами не прощаемся, мы еще встретимся. С вами Ван ФАПРО, Александр Пасечник и Андрей Баскевич. Все, до скорых встреч, пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok